Форум «Идеология лидерства» проходил в 22-й раз и впервые было разделено на две секции – общественно-политическое и социально-экономическое. То, что две тематики были введены именно на форуме в Ленинском районе, очень знаково. Экономика муниципалитета имеет особенности, как раз связанные с развитием предпринимательства, а именно торговли и услуг, которые широко представлены малым и средним бизнесом. Я уверен, что сегодняшний диалог, который у нас состоялся, он позволит нам еще раз встрепенуться, вспомнить о том, о чем мы сегодня говорили, и завтра, уже засучив рукава, приступить к реализации тех мероприятий, которые мы наметили. На данном этапе главная задача – дать старширокомасштабной кампании по информированию предпринимателей о мерах поддержки со стороны государства, а также увеличить срок проведения социальных программ от 3 до 7 лет. По мнению участников форума, это наиболее оптимальное решение, ведь за год многого не успеть, и в нынешнем состоянии экономики бизнес должен привыкнуть к общепринятой в мире норме рентабельности в 10-20%. Стоит отметить, что экономическая секция вызвала большой ажиотаж и оправдала все надежды организаторов. В нашей секции сегодня были высказаны предложения, связанные даже не напрямую с бизнесом, а то, что бизнес проявил себя еще как очень социально ответственный субъект. Мы бы хотели все, конечно, чтобы Подмосковье, особенно Ближний поезд, к которому относится и Ленинский район, были не только местом для проживания комфортным, но и местом, где можно и жить комфортно, и работать, получать достойную оплату труда. Что касается политической площадки, то здесь была дискуссия по взаимодействию муниципалитетов, местных блогеров и общественных деятелей. Глава Ленинского района Олег Хромов констатировал, что необходимо больше слушать людей, выбирать рациональные зерна и воплощать их в жизнь. А вот модератору форума, представителю общественной палаты Московской области Марине Юденич, все эти проблемы показались не настолько острыми. Готовясь к форуму, я всегда смотрю статистику экономического роста, социально-экономического развития региона и внимательно мониторить социальные сети. Конечно, есть критические записи, есть блогеры, которые критикуют ситуацию, но это нормально, это так и должно быть. Но какого-то вот такого, знаете, острого, напряженного момента, который бы не решался, я не прочувствовала. И на форуме сегодня, в общем, мое предварительное мнение, оно только укрепилось. В целом участники остались довольны форумом. Это полезный опыт для районных предпринимателей и администрации. Подобные вещи помогают выстроить конструктивный диалог, без которого невозможное развитие региона.